Здравствуйте! Сегодня я, Нигметова Альфиян, студентка Саратовского государственного медицинского университета 2-го курса лечебного факультета, хотела бы представить свою работу по теме «Тенденции развития МИС в России». Научный руководитель, старший преподаватель Щербакова Ирина Викторовна. Медицинско-информационная система – это комплекс программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации бизнес-процессов в медицинских учреждениях. Они позволяют улучшить организацию работы клиник и больниц, оптимизировать взаимодействие между медицинским персоналом и пациентами, улучшить качество медицинского обслуживания и повысить эффективность планирования лечебных процессов. В России наблюдается растущий интерес к внедрению МИС в медицинских учреждениях. Прогрессивные технологии позволяют создать комплексные информационные системы, обеспечивающие не только автоматизацию работы, но и обмен данными между разными звеньями здравоохранения. Тенденции развития медицинской информационной системы в России являются отражением постоянно меняющейся ситуации в сфере здравоохранения страны. Системы управления здравоохранением активно применяются в России с целью улучшения качества медицинского обслуживания, оптимизации процессов и эффективного использования ресурсов. Одной из основных тенденций развития МИС является переход к электронной медицине. Это включает в себя разные системы, такие как электронная медицинская карта, электронное назначение лекарств, электронные медицинские справки и т.д. Электронные системы введения медицинских карт предназначены для перехода от бумажной системы учета к цифровой. В компьютерных базах данных хранятся история болезни, контактные данные и результаты анализов пациента, что значительно упрощает введение медицинской истории. Одной из перспективных отраслей является разработка мобильных приложений для доступа к МИС. Приложения упростят процесс получения медицинских услуг и позволяют пациентам получить необходимую информацию в любое время. Еще одной из основных тенденций развития МИС в России являются облачные технологии. Облачные системы позволяют эффективно масштабировать IT-инфраструктуру и снижать затраты на нее, хранить данные пациентов и управлять ими удаленно, что упрощает работу медицинскому персоналу и позволяет полностью контролировать процесс обработки информации. Системы поддержки принятия клинических решений также позволяют анализировать данные, собранные из разных клинических и административных систем, тем самым помогая специалистам здравоохранения в принятии более аргументированных и взвешенных клинических решений. Системы управления врачебной практикой создаются для помощи медицинскому персоналу в ежедневной клинической работе. Сюда входят программы для построения расписаний, учета инвентаря и так далее. Следующая тенденция – это развитие систем онлайн-сервисов для записи и записи на прием к врачу. С помощью таких сервисов пациенты могут записаться на консультацию или получить рекомендации, не выходя из дома. Один из ключевых аспектов развития МИС в России – это кибербезопасность. Российские компании активно внедряют современные технологии шифрования, механизмы защиты, чтобы предотвратить утечку конфиденциальной информации. Анализ отечественной базы данных позволил выделить несколько наиболее крупных МИС, широко используемых на территории Российской Федерации. Первая – это Амулет. Одна из старейших отечественных МИС. Обеспечивает формирование отчетности, анализ работы подразделений, медицинской сети, обмен документами, учет оборудования, медикаментов. Далее – это Архимед. Это универсальная программа здравоохранения. Она предназначена для индивидуальных и сетевых медицинских подразделений и частно практикующих врачей. Поддерживает автоматическую передачу информации в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, средства телемедицины, организацию преискурантов и списков услуг, частных кабинетов пациентов и другие функции. Дока Плюс. Эта система предназначена в первую очередь для ведения клинического документа оборота. Особенностью системы является открытый код, что позволяет пользователям самим участвовать в развитии МИС, модифицировать формы и разрабатывать дополнительные модули. Далее – это комплексная медицинско-информационная система. Она включает интеграцию с федеральными системами здравоохранения, статистику и отчетность, электронные медицинские карты и другие функции. Далее – МИДЕСК. Это сервис, который работает под подписки. Эта МИС работает в 72 регионах России и за рубежом. Она поддерживает электронные медицинские карты, отчетность, управление запасами и онлайн-платежи, включает инструменты телемедицины. Таким образом, использование современных информационных технологий в здравоохранении позволяет оптимизировать процессы, повысить качество медицинских услуг и в конечном счете улучшить здоровье населения. Именно здоровье и качество жизни пациентов должно стать, и оно стало результатом цифровой трансформации и основой тенденции МИС в России. Спасибо за внимание.